у меня было очень много психотерапии, много лет психотерапии в моей жизни. Вы знаете, я на самом деле очень много у вас взяла, даже по тем роликам, которые я видела по рилсам, которые я видела. И были такие рилсы, которые просто я понимала, о чем вы говорите глобально, но вы так это все буквально в несколько секунд объясняли и классно вот этими маркерами все это расписывали. И эта картинка у меня фиксировалась, и я потом по несколько дней ходила и думала о том, что, господи, как все просто, я об этом знала, я об этом годами это обсуждала со своим психотерапевтом и так далее, о том, что там есть у каждого человека плюс-минус их жизни, и все это как бы баланс и равновесие, и как просто все это осознать, понять в считанные секунды, как бы принять для себя. Ну, я не знаю, может ли неподготовленный человек как бы это воспринять так быстро, я не знаю, но, во всяком случае, для меня это было мега полезные вещи, которые вы озвучивали, поэтому я вот оказалась на первой ступине. В середине обучения. А он где-то примерно в середине. В пятницу он закончится, ну, то есть вот сегодня вторник, я еще не прохожу. На самом деле, это мне нравится, это немного занимает времени, я смотрю по нескольку раз ваши ролики, потому что реально какие-то слои открываются, постепенно новая информация. Да, очень полезно, очень классно. Но вот с точки зрения, если говорить о сейчас, о вот сегодняшнем вот этом вот тест-драйве, то я тоже хотел сказать о том, что без тренера, вот сейчас Андрей не смог бы прийти к этому результату, однозначно. То есть он самостоятельно, конечно, наверное, ну, не наверное, сто процентов не пришел, ему бы мозг не дал, не позволил пройти. Поэтому если у вас есть этот период, когда можно тренироваться с тренером и учиться как бы этому навыку, скажем так, вот это сопротивление мозга трансформировать в плюс, учиться как бы со своим мозгом договариваться и проходить туда дальше и видеть то, что он от тебя защищает, ну, это колоссально, конечно. Вот. Потом уже, я так понимаю, применяют тренажеры самостоятельно, когда уже умеют это делать вместе с тренером. Правильно? Совершенно верно. Вы знаете, очень интересный ваш опыт, и мне ваша обратная связь крайне цена. Потому что я сам проходил этот же опыт и понимаю, что если вот наш герой, который сегодня проходил тест-драйв с моей помощью, я был проводником, он бы сам, конечно, не прошел. То есть ему самому, наверное, понадобилось бы примерно 10 лет, так же, как и мне. То есть меня зовут Андрей, и я к этому шел 10 лет. Верно. Тысячи всяких книг и всяких курсов и тренингов, чтобы мой мозг смог сам себя менять. То есть делать самопсихотерапию, самокоучинг, саморефлексию и так далее. Да, все знакомо. Поэтому мы на первое время, конечно же, даем тренера на два месяца. На два месяца. И потом еще мы можем дать полгода поддержки. И именно сегодня вы посмотрели, что мозг не у всех готов. И поэтому тест-драйв – это, во-первых, проверка мозга. А понимаешь ли ты то, о чем говорит Андрей Антонов? И мы ни в коем случае не хотим никому навязывать, чей мозг не готов. Мозг должен дозреть. Да, абсолютно. Как правило, есть два фактора, при которых человек заходит к нам в Академию управления мышлением и начинает работать с мозгом. Факт – это зрелость мозга. Ну, то есть, это уровень разумности, ну, или, скажем так, уровень интеллекта. Уровень осознанности. Уровень осознанности, да. Это уровень осознанности, основанный на прошлом позитивном и негативном опыте. Второй очень важный момент – это уровень боли. Потому что мозг так устроен, пока порог боли не достигнут, человек не идет к стоматологу, либо к психологу. Точно. И поэтому, когда вот это все в одной точке сводится, все, мы даем все, что есть на планете Земля, ну, придумано людьми, психологами, коучами, мы просто все это даем в одном флаконе. Да. Просто нужно взять законы жизни, тебе нужно взять тренажеры, которые на основе этих законов жизни работают, под руководством тренера, поприменять это хотя бы полгодика, а потом уже всю оставшуюся жизнь сможешь сначала, знаете, полгода с тренером, потом полгода можно самостоятельно, а потом всю оставшуюся жизнь уже без нейротренажеров ты сам можешь управлять своей жизнью. Ну да, этот алгоритм уже входит у тебя как бы автоматически, да, в твой вот этот вот такой, ну, вход мыслей правильный. Совершенно верно. На самом деле, вот я вас хочу поблагодарить, действительно, даже бесплатной информации очень много, и она очень полезная. Ну, кто ее видит, кто умеет, видимо, как бы пользоваться и этим ресурсом тоже, он может взять очень-очень много. И даже когда, вот я покупала первую ступень, да, и у вас был, господи, как это называется, ну, ваш вебинар, там тоже было очень много, вы рассказывали про отношения с женой, про свою жизнь, и столько было много полезной информации. И уже там, даже вот еще до начала ступени, я уже очень много для себя отметила, записала и так далее. Вот, еще очень тоже хочу вас поблагодарить, потому что сегодня так вот получилось. Видите, вы мне дали слово, спасибо большое, я могу вам выразить эту благодарность. Поскольку я сразу заплатила, я получила в подарок колесо вот это фортуны, который дал мне возможность мою подругу пригласить на ваш курс. Вот, и теперь, знаете, мы с ней общаемся регулярно, почти каждый день, и когда обсуждаем какие-то жизненные вопросы, она мне говорит, ну, ты вот понимаешь, это же мы с какой стороны смотрим на этого слона, и что мы видим, давай вот мы посмотрим. У нас немножко вот, ну, поскольку она тоже как бы занимается развитием, своей сознанностью, вот мы уже тоже на одном языке говорим на вашем, в том числе, с ней. Это наша жизнь тоже просто... Расширяем. Я очень рад, что у вас это произошло, вы на самом деле уже переживаете этот опыт, когда, например, вот есть вы, есть подруга, и вы сами зашли в новые знания, а знания, мы даем фундаментальные знания, как таблицу умножения жизни. То есть, в принципе, мироустройство. А подруга, например, осталась бы здесь. И получается, вы вроде бы это получили, новую картину мира, а она нет. И можно, могли бы быть трудности. А теперь вы разговариваете на одном языке. Мне важно коннект иметь с ней, да, потому что она близкий человек для меня. И вот точно так же с любимым человеком. Например, есть любимый мужчина. То есть, вот подруга, а есть мужчина. И то же самое с мужчиной. Вот мы с женой, например, мы с ней последние 15 лет, мы берем одну и ту же информацию, чтобы с ней понимать друг друга. Потому что первые 15 лет мы вообще друг друга не понимали. Мы как на разных языках. И я считаю, что вообще нет более важного, вот реально более важного навыка научиться не просто договариваться, а разговаривать на одном языке. И с женой, и с детьми, и с сотрудниками. И поэтому, например, у меня вся моя бизнес-команда, они все прошли эти, наверное, тренажеры. И поэтому я с командой разговариваю на одном языке. То есть, мы разговариваем на языке трех маркеров. Я говорю, что тебе, дорогая моя, не нравится? Она говорит, мне не нравится вот этот факт. Я говорю, а что, моя дорогая, ты хотела бы? А я хотела бы вот эту печеньку. Да, я хотела бы там еще чего-то. Я хочу новую сумочку. А я хочу больше зарплату. Я говорю, отлично. А что нам с тобой для этого надо сделать? И понимаете, когда люди разговаривают на одном языке, у них возникает гармония. Это фантастика, на самом деле, как оказывается, просто устроена. Да. Я еще, знаете, Андрей, хотела сказать о том, что, я не знаю, может быть, вам это будет интересно на вот этом вебинаре. Я поняла, я только на этом вебинаре поняла, почему мы с мужем развелись, прожив 20 лет. На вашем. Я практически с 18-го года находилась в психотерапии, прошла очень много всего. И как раз этим вопросом занималась. Мне важно было понять, почему так произошло. И только на этом вебинаре до меня, наконец-то, дошло, что произошло в начале наших отношений. Я пошла развиваться самостоятельно. Пошла вот отдельной веткой. Я посчитала, что так будет быстрее. Да, наверное... Вы его оставили, да? Да, да, да. Абсолютно точно. То есть, было там первые пять лет нашей совместной жизни. Мы вместе все делали какие-то общие дела. Мы обсуждали наши общие вопросы и так далее. А потом в какой-то момент я решила, что мне так будет быстрее. Я не смогла договориться по каким-то вопросам, как мы финансы будем вкладывать. Мне показалось, что... Ну, он мужчина, он должен решить. Была не очень довольна. Ну, то есть, мы не договорились на каком-то этапе. И я пошла самостоятельно в свое плавание. И ушла далеко надолго. И да, этот разрыв, он был, как вам сказать, ну... Ну, как бы неизбежен. Неизбежен. Но я поняла сейчас. Я прям выдохнула. Я поняла, что произошло. И знаете, мне кажется, что даже я боялась строить новые отношения. Я боялась, как бы... И теперь мне в этом смысле тоже проще. Я прям поняла такую ключевую важную очень вещь, о которой вы говорили. Вот, спасибо большое. Я вам очень благодарна. Реально, вот смотрите, вроде бы пять лет психотерапии. Но вы там вот, проходя эти этапы, а сколько вы потратили время, денег, да, на психотерапевтов тоже? Очень много. И получается, вы этого не видели. А тут всего лишь два часа вебинара, и вы вдруг увидели корневую причину произошедшего факта в вашей жизни. Вы знаете, я эти факты видела по отдельности. Ну, как бы по отдельности я видела, что мы изменились, что я изменилась. Что про... Ну, как бы я по отдельности... Но я причину не видела. Я ее не могла, вот, ну, вот, как вам сказать, в одну точку свести все эти факты. И, как бы, вывод сделать, видимо, я не смогла до конца. Ну, то есть, потому что для меня прям это озарение было. Сейчас, пройдя первую ступень, восемь законов жизни, а это как бы таблица умножения жизни, благодаря которой вы начнете видеть причинно-следственные связи любой жизненной ситуации, как негативной, так и позитивной. То есть, вот, прям, мне будет очень интересно даже от вас получить обратную связь после прохождения полного вот этого курса. А, кстати, всего лишь две недели. То есть, я читал там Тору, Библию, Коран тоже, ну, выдержки. Я читал там 57 заповедей успешных евреев, например. Но я понимаю, что все эти святые, мудрые писания, они об одном и том же, я ведь на самом деле Америку не открываю. Я просто на трех маркерах показываю простые вещи, что если стаканит воды, ее нужно набрать. То есть, если у нас появится мысль взять этот маркер, то есть взять маркер и разжать пальцы, то можно спрогнозировать будущее. Да, абсолютно. Можно спрогнозировать абсолютно любое будущее и делать его эффективным, здоровым и счастливым. И все действительно просто. И все просто, да, в жизни. Все становится просто на свои места. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok